Друзья, всем привет! Помните, мы с вами обсуждали историю про этого Гудвина и Эрнеста, их пилота БПЛА, лучших из лучших, который их командир по фамилии Пузик и с позывным «злой» отправил умирать, что они и сделали в мясном штурме. Помните, там Соловьев еще об этом распинался, обещали расследование лично, министр Белоусов, есть расследование. Гудвин и Эрнест сами себя убили. Офицерская вдова, унтер-офицерская вдова сама себя высекла. Ничего не меняется в России. Сейчас обо всем об этом подробно, не забудьте подписаться на канал, жмите кнопку лайк, палец вверх, комментируйте то, что я сейчас вам расскажу. Итак, Эрнест, Гудвин, пилоты БПЛА, 1-я славянская бригада, у них плохой командир с позывным «злой» и фамилией Пузик, очень смешная история. В общем, они записали видео, что он сволочь-козел и вообще и наркотики продает, и вообще занимается непотребствами. А потом сказали, что их отправляют на мясной штурме. В общем, послушайте их. Всем привет! Эрнест, Гудвин, 87-й полк, 1-я славянская и прочее. Ну, как это говорится, некоторые свистели, а мы, не знаю, может быть, отлетались. По-всякому бывает. Значит, самые замечательные беспилотчики и командиры подразделения беспилотки с позывными «Эрнест, Гудвин и Большой» получили сегодня задачу уйти в пехотные порядки. Их такие отправили на мясной штурм, в котором они таки сдохли. В общем-то, их не жалко, но в «З-каналах» начался вой, ай-яй-яй, ай-ой-ой-ой-ой. Значит, пошла история, будет расследование. Ну, вот сегодня появились результаты расследования. Не превышены никакие полномочия Пузиком. Пузик молодец, Эрнест и Гудвин сдохли и сдохли. Это расстроило какое-то количество Z-военкоров. Вон там котенок пишет, как же так, что же они, получается, сами виноваты, сами себя кинули под дрон. А то как же правильно. А другие пишут, как же так, значит, обещали же расследование. Какое расследование? Третий пишет, вот это особенно интересно, мол, это открывает ящик Пандоры. Мол, если бы из группы Эрнеста и Гудвина кто-то один взял и пристрелил бы Пузико, то ему бы дали 10 лет, ну, может, чуть больше, зато все остальные были бы живы и здоровы, а так сдохли все. И, мол, теперь начнут стрелять командиров на Раши. Ну, в общем, неплохая идея, начните уже там скорее стрелять друг друга. Ну, а то, что так оно и будет, было понятно с самого начала, когда главный гвоздь российской пропаганды, Соловьиный помет, сразу вышел и сказал, что все это ложь, послушайте. При этом вы об этом пишете, находясь где? На передовой? Пошли слухи, что вы приняли, откуда вы это взяли? Почему, опять-таки, тяжелую ситуацию, которая расследует компетентные органы, которое привлечено внимание, почему вы в эту ситуацию привносите откровенную ложь? Ему не нужны были никакие расследования, он сразу знал, что все вранье. Ну, в общем, здесь все понятно, ничего нового, и, в общем, удивляться ничему не приходится. Некоторые у них там, правда, удивляются, говорят, а как же Белоусов, мы-то думали, как поменяют фанерного маршала Шойгу, то будет, ой-ой-ой, ну, вот что будет, вы все и увидели. Еще у них сегодня у Z-военкоров беда, еще у одного из Z-военкоров Шкипера погибла вся группа, все сдохли, пацаны. В общем, друзья, сегодня не день, а праздник, все там сдохли, обещают перестрелять друг друга. Господи, побыстрее бы они это сделали. Друзья, держим строй!